Приветствую вас. Ну, начать по слову стоило бы с того, что это вот нормально, когда люди, значит, находясь постоянно друг другом, да, вот, значит, по сути дела не бывая никак порознь, не бывая никак по отдельности друг от друга, да, значит, это нормально, когда люди, вот, значит, начинают испытывать определенный негатив из-за того, что они как бы вот все время вместе, как бы из-за того, что они все время рядом и влияет на их жизнь очень-очень-очень сильно то, что они не могут быть, как бы вот порознь друг от друга, то есть вы чувствуете, что человек нарушает границы, ваши личные границы человек нарушает, постоянно, постоянно это происходит, и из-за этого вам, конечно же, очень-очень-очень тяжело. И надо сказать, что подобное вполне естественно. Естественно, что вам очень тяжело, потому что вы, по сути дела, распоряетесь в человеке, по сути дела, вы теряете себя, и из-за этого человек, занимая, занимая чрезмерно большое количество вашего, вашего места, вашего личного пространства, значит, ну, как раз таки, вот, и вызывает у вас негатив, вызывает у вас желание избавиться от этого давайте подумаем когда у вас начались вот эти вот проблемы то есть когда вы стали чувствовать, что ваш муж ваш муж раздражать с какого именно момента вы стали это чувствовать может быть как давно вы стали это ощущать и так далее то есть вот с какого какого момента вот вы говорите я начинаю чувствовать что он меня раздражает но ведь изначально же наверное такого не было так изначально изначально наверное у вас все было в порядке и только лишь потом как я понял у вас появились проблемы так с чего они начались эти самые проблемы вот это первое что нужно сделать далее следует понимать что находясь с человеком все время вместе вместе вы по сути дела обрекаете себя на слияние с ним и именно слияние с этим человеком каким бы он хорошим бы ни был заставляет вас испытывать раздражение потому что он влияет на вас вы чувствуете как он влияет на вас и влияние это его довольно сильное потому что вы все время вместе чтобы избежать подобного вещей избежать подобных вещей я рекомендовал бы вам так же как в принципе вам уже рекомендуют эксперты подумать над тем чтобы озаботиться личностными границами то есть что это значит по сути если мы говорим о личностных границах что это значит а значит это то что вам нужно заниматься чем-то своим по вашему мужу нужно заниматься чем-то его и вот подобное является правильным когда люди как бы я прошу заметить этот момент когда люди как бы находятся каждый по в свою сторону парикад каждый находится в своем мире каждый занимается тем чем он хочет и люди получают возможность быть собой люди получают возможность чувствовать себя собой и вот именно именно по этой причине именно по причине возможности быть собой люди и не испытывают раздражения именно по причине возможности быть значит ну самим собой быть наединиться друг от друга чувствовать себя именно скажем так личностью индивидуальностью а не постоянным например ну допустим партнером ведь вы когда ну вы когда являетесь вместе со своим мужем находитесь вы понимаете что вы для него в этот момент именно скорее партнер то есть вы являетесь его как бы партнером вы являетесь его женой вы являетесь его женщиной а с собой быть вы не можете в этот момент и из-за этого естественно имеются определенные проблемы между вами поэтому поэтому вы по сути дел вы натолкнулись на такую вот а как бы ошибку ошибку вы натолкнулись на ошибку всех людей которые вот через чур много времени проводят друг с другом и в данном случае остается только выяснить почему почему вы ну вот реально проводите так много времени вместе то есть что заставляет вас это делать и как именно это вот тоже очень важный момент как именно значит ваш муж вас задрожает то есть вот это вот тоже нужно понять и разобраться с этим потому что ну я понял до какого-то момента вас вам все нравилось а вот теперь вас далеко не все устраивает значит пришло время присмотреть ваши отношения пришло время взглянуть на них немножечко по-новому по-другому пришло время признать что вы изменились что вы стали другой раз соображает вас этот и мужчина если он любит вас если он заботится о вас если он хочет чтобы вы были счастливы то он безусловно обратит внимание на то на то вот что вы например ну например например да вы хотите скажем так все немножечко не того чего вы хотели раз и это нормально нормально что вы хотите чего-то другого нормально что вы хотите как бы изменений определенных которые ну сами которые напрашиваются в вашей жизни в любое дело почему вы не говорите своему мужу об этом вот у меня например сложилось такое ощущение что у меня сложилось такое ощущение что вы своему мужу не готовы рассказывать о своих переживаниях у меня сложилось решение что вы не хотели бы чтобы муж узнал о том что вы например ну допустим что вы например им недовольны что он вас допустим раздражает и это поднимает вопрос о доверии доверии о доверии между вами это первое что нужно сказать и второе нужно сказать то что вы по всей видимости вот как я заметил как я мог заключить из вашего чекста вы значит пытаетесь перед своим мужем быть а не то есть наоборот вы пытаетесь перед своим мужем казаться а не быть и вот этот момент ну он тоже на мой взгляд довольно таки важен то есть почему 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 вы пытаетесь своему мужу именно казаться кем-то кем вы судя вот вот по всему не являетесь вы не являетесь той кем вы сейчас пытаетесь ему казаться к сожалению вы не являетесь этим человеком когда-то вы этим человеком были когда-то вы этим человеком являлись но на данный момент сейчас вы другая и вот эти изменения вам нужно принять и грамотно донести до своего мужа и в случае если он не хочет принимать ваши изменения то нарастает проблема и напрашивается вопрос а насколько сильно например ваш муж вам не нравится насколько сильно вас любит насколько и что он готов делать чтобы вы были реально счастливы вот этот эти вопросы возникнут невольно если он будет противиться тому что вы были собой тому чтобы вы были счастливы тому чтобы у вас все было хорошо и последнее что я хотел бы сказать это то что вот на данный момент у вас значит может иметь место быть кризис трех лет то есть вот три года продлили но очень часто у многих пар возникает кризис в этот момент к этому относиться нужно совершенно спокойно явление это нормальное но нужно чтобы вы это опять же понимали и понимали понимали причину по которой это произошло чтобы вы отдавали себе отсчет в том что именно изменилось а что именно стало ну другим да вот что поменял там Старая если вы не будете отдавать себя все в том что поменялось если вы идете отдавать себя все в том что изменилось ну ситуация будет весьма geschme весьма плачевно. И плачевная ситуация будет, к сожалению, именно для вас. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Вопрос получился у вас достаточно общий, соответственно, ответ также получился достаточно общий. Но, если у вас остались вопросы, я буду рад вам помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи!